Итак, в студии программа подробностей, как мы уже и обещали, Владимир Кравчук, начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области. Владимир Степанович, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте начнем по традиции, зимней, так сказать, зимней традиции, это говорить об итогах года, которые все как раз зимой и подводят. Итак, вкратце, есть ли можно деятельность вашей инспекции в 2013 году, что получилось, что хотелось бы, чтобы получилось? Ну, я хочу сказать, что 2013 год был для нас годом очень насыщенным, очень динамичным. Мы с вами встречались в сентябре месяце, да, и говорили о тех проблемах, которыми инспекция занималась. Вот хочу сказать, что год мы завершили с такими хорошими, можно сказать, показателями. Главный показатель – это то, что несмотря на значительный рост количества обращений граждан, у нас на 70% по сравнению с 2012 годом количество обращений было больше, несмотря на это 93% обращений рассмотрены с положительным результатом. То есть, ну, 100% достичь нельзя, и не всегда эти обращения могут достичь удовлетворенности граждан. Но даже если кто-то изобратился недоволен ответом, да, то инспекция решила вопрос, решила проблему, которая ставилась в обращении. Это первое. Второе. В целях улучшения работы поднадзорных организаций, а именно управляющих организаций, ТСЖ, и, собственно, самих собственников жилья, инспекция очень серьезно расширила административную практику. Если в 2012 году у нас было ставлено 91 протокол о привлечении к ответственности, то в 2013 году 278 протоколов, то есть в три раза больше. Хорошо это или плохо, покажет, так сказать, дальнейшее развитие обстановки. Да, в принципе, я считаю, что это хорошо, потому что мы таким образом проведем большую жесткость. Есть нарушения, виновник должен быть привлечен к ответственности. Этого и ждут как раз наши жители. Да, этого и ждут. Дальше, третий показатель, инспекция усила контроль за документами, которые выдает сама инспекция. То есть за выполнением и за сроком выполнения, и за качеством выполнения выданных предписаний. Если в 2012 году у нас было 16 организаций, привлеченных к ответственности за невыполнение вовремя предписаний, то в 2016 году 78, 78, то есть в четыре с лишним раза увеличили вот этот показатель. И это показатель того, что инспекция следит не просто вот это предписание, а следит за сроками и за качеством выполнения. Сурово и справедливо. Да. Количество штрафов по сумме, ну у нас было 530 тысяч в 2012 году, в этом году около 2 миллионов рублей. Но этот показатель, он условный, мы не гонимся за тем, чтобы побольше штрафов наложить. Потому что в конечном счете штрафы, они происходят из той среды, из той суммы денег, которую собственники, собственно, сдают из своих платежей управляющим компаниям. Это формирует их бюджет, и по большому счету деньги оттуда изымаются. Но это тоже важный показатель, потому что он говорит о том, что привлечение к ответственности и количественно, и качественно их стало больше. И это дисциплинирует управляющие организации, это их настораживает, это заставляет их постоянно понимать, что рука на пульсе находится, рука государственной инспекции, и более качественно... Око не дремлет, так сказать. Око не дремлет. Вот. Я бы сказал, что в целом рост количества показателей, он носил сезонный характер. То есть был всплеск количества обращений в марте, апреле месяце, потом был всплеск в октябре. Это было связано с тем, что в первом случае у нас было много обращений по крышам, по уборке территории, второй, октябрь месяц, этот всплеск был связан с отопительным сезоном. Весенний, осенний, обычные такие вещи. В целом это нормально. Я считаю, что активность граждан значительно повысилась. Нам это создает дополнительное напряжение в работе, но с другой стороны мы получаем больше информации о реальном состоянии дел, и это позволяет нам вскрыть больше нарушений. То есть это хорошо. Отлично. Владимир Владимирович, теперь вот о годе наступившем. У вас большие, так сказать, в системе коммунальные законодательные новеллы. Тут и, допустим, речь идет и о капитальном ремонте, и о законе о лицензировании управляющих компаний. Это вообще что такое глобальное, стратегическое? Да, наряду с общими задачами, а государственный жилищный надзор – это главное направление деятельности инспекции, главное, и мы будем работать в том же режиме, в котором работали, то есть выполнять свои основные полномочия. Естественно, большие задачи возникают в связи с двумя большими направлениями, которые вы назвали. Это то, что область, все собственники жилых помещений, все муниципалитеты вступают в большую региональную программу капитального ремонта, рассчитанную на длительный срок. То есть это очень серьезная государственная задача, все мы должны к ней отнестись очень ответственно, и этот год для нас стартовый, очень важно, как мы в него вступим, как сама программа будет выполняться, потому что задача капитального ремонта общего имущества, но квартирных домов – это большая государственная задача, и это задача всех и собственников, и органов местного управления, и органов власти. Значит, это раз. И здесь у инспекции возникает целый ряд полномочий. Второе, конечно, это лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Это уже президентская. Да, это президентская инициатива. Законопроект сейчас направлен в Государственную Думу. Он обсуждается, обсуждался и у нас в области, обсуждался на площадке Народного фронта с участием общественности, органов власти, самих управляющих компаний, экспертов, специалистов. Вот что хочу сказать про лицензирование. Первое, независимо от того, что законопроект только обсуждается, сама задача, она понятна, своевременно, и вывод можно сделать один. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами необходимо. То есть, ваше мнение профессионалу. Почему? Потому что здесь нет опасного вида деятельности. Но здесь есть два несомненных показателя, которые о том, что лицензирование необходимо. Первое. Деятельность по управлению многоквартирными домами не такая невинная, как казалось бы, большое количество жилья, имущества, собственности граждан, материальных ресурсов попадает в управление некой организацией. Деятельность или бездеятельность данной организации может нанести ущерб имуществу, может привести к его порче, может привести к его аварийности, может привести к угрозе жизни и здоровью граждан. Совершенно верные примеры. Да, и может привести к нарушению и экологической обстановки, и санитарной обстановки. Поэтому мы говорим о том, что лицензирование позволит предъявить лицензионные требования к организации, такие как наличие достаточного материально-технического обеспечения организации, собственного материально-технического обеспечения. То есть материальных ресурсов, техники, зданий и так далее. Необходимые для предъявления. Не один лоток на 10 человек. Второе. Наличие у организации профессионально обученных и подготовленных, обладающих знаниями и навыками кадров. Третье. Требование к самому руководителю. Самому руководителю он должен понимать этот вид деятельности и управлять, осуществлять управление коллективом и управлять домами со знанием законодательства, со знанием правил иного содержания эксплуатации жилья, правил оказания коммунальных услуг. Это требования верные. И поэтому я считаю, что здесь революции не будет, но рынок оказания услуг по управлению квартирами будет отрегулирован. Отрегулирован. Это не поменяет условия деятельности, вот, собственно, самой деятельности, но ведет определенные регулировочные механизмы, при которых компании, которые не готовы работать, они уйдут с рынка. Компании, которые готовы работать, они будут работать, выполняя лицензионные требования. То есть всякие подозрители, компании уже не обманутые, как-то не ватрутся в доверие. Да. И третье, что можно сделать вывод, и почему мы говорим о своевременности данного законопроекта. Конечно же, лицензирование должно осуществляться государственными органами, профильными. Либо это министерство ЖКХ, либо это государственные жилищные инспекции. А я напомню, что у нас в гостях был начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области Владимир Степанович Кравчук. Владимир Степанович, с началом весны вас. Весна, время горячее, так что удачи вам. Да, спасибо. Всего хорошего. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова